добрый день я с вами капля еще одна капля мудрости сегодня хотел бы чтобы мы посмотрели в некое духовное зеркало и задумались вот о чем если мы желаем обладать мудростью и быть тем самым человеком авторитетным для своим для своих детей нам нужно посмотреть на наши взаимоотношения с нашим отцом здесь есть три вещи которые я бы предложил вам протестировать ваших взаимоотношениях с вашим папой три вещи первое честь второе это уважение и третье это послушание и так честь послушание и уважение по отношению к своему отцу приведет вас к тому что вы будете обладать мудростью когда мы с вами говорим об этих вещах в разуме очень многих людей никаким образом не соотносятся с мудростью на самом деле взаимосвязь достаточно проста когда мы говорим о чести мы говорим о том что данное тобою слово всегда исполняется обещание всегда являются важной частью и вы никогда не будете пренебрегать тем что вы кому-то что-то пообещать когда мы говорим о чести мы говорим о тех клятвах о тех обещаниях о тех модулях жизни до которые обязательно должны присутствовать в нашей жизни другими словами если вот просто объяснить это слово честь это когда мой долг перед семьей родиной там и так далее превыше моих желаний когда я хочу что-то там сделать и так далее это есть по сути честь когда мы относимся к своему отцу с честью то есть мы не даем пустых обещаний мы обещаем например там помыть посуду убрать в комнате и мы делаем это то мы формируем вот эту честь отношение чести по отношению к своей семье когда мы говорим об уважении уважение всегда выражается в определенных вещах среди которых такая часть как прислушиваться то есть понимать что то что тебе говорит этот человек является важным является чем-то невероятно необходимым и эти слова не просто ветер вот когда ты прислушиваешься к этим словам когда ты пытаешься быть внимательным к тому что тебе говорит твой отец она формирует в тебе мудрость знаешь на на уровне вот зачаточным третья вещь это послушание вот здесь все достаточно просто послушание это выражение и чести и уважение когда ты послушен ты в обязательном порядке сформируешь вот то отношение в своем сердце которое приведет тебя и и